МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТО5 итоговый выпуск новостей в студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ответ на обыск. 4 апреля в департаменте образования Запорожского городского совета прошли обыски. Инициатор 2-я городская прокуратура – предварительная причина злоупотребления должностных лиц служебными полномочиями. В частности, у сотрудников прокуратуры возникли вопросы к проведению тендеров. Тогда обыски прокомментировали и в Генеральной прокуратуре Украины. Правоохранители заявили, что детей в садах кормили мясом без соответствующих документов. Сложившуюся ситуацию сегодня в муниципальном пресс-центре прокомментировали представители местной власти. В ходе обыска в департаменте образования сотрудники прокуратуры изъяли множество документов. В частности, бумаги, которые касались проведения тендеров по обеспечению питанием школ и детсадов. При этом, утверждают представители городской власти, документы изымались вопреки решению суда и без описи. Это может привести к их фальсификации. Непонятны и причины обыска. На данный момент в стенах мэрии никто с поставок продуктов питания, с организацией питания никаких денег не получает, никаких процентов. И наоборот, именно нами контролируется ситуация, чтобы этот процесс проходил открыто, прозрачно, так, как он должен быть. Кроме того, правоохранители изъяли личные вещи сотрудников департамента. После результаты обыска сразу же обнародовали в соцсетях и СМИ. Таким действием прокуратуры есть объяснение, считает запорожский политолог Роман Пятигорец. Ранее некоторыми департаментами горсовета руководили экс-прокурора. С приходом новой городской власти все изменилось. Отсюда уверен политолог и проверки. При этом, отмечает эксперт, поводов для обысков в предыдущие годы было гораздо больше. Настораживает и то, что о событиях вокруг департамента образования первым заявил представитель Генеральной прокуратуры. Подпольный горный бизнес работает, наркотрафик работает, вы за питание схватились, делала больше ничего. То есть сейчас надо было зайти туда, куда начали выбивать, прежде всего, ваши фирмы. Материал по поводу обысков в департаменте появляется у Куценко первее, чем в запорожских СМИ и на других каких-то там информационных носителях. Это уже говорит про спланированную информационную атаку в этом направлении. Представители общественных организаций подчеркивают, минувшие два года не раз отправляли запросы в Генпрокуратуру. Требовали проверить выявленные ими факты коррупции теперь уже бывших запорожских чиновников. Результата не было. Если Куценко, Генеральная прокуратура, дает такие выступления и заявления, то надо вспомнить, что он тоже отвечал за поставку в Запорожском районе питания школы и детские садики. Он именно участник. Вот Куценко прокурор до этого был депутатом Запорожского района. Понимаете, о чем идет речь? То есть очень важно изучить все материалы и положить объективно прокурору на стол. При этом прокуратура почему-то просила суд разрешить следственные действия еще до завершения тендера. По сути, речь может идти о вмешательстве правоохранителей в процедуру торгов. Вместе с тем, впервые за последние годы, подчеркивают чиновники, тендер, который определил поставщика продуктов, был проведен максимально прозрачно. Благодаря этому удалось сэкономить порядка 20 миллионов бюджетных гривен. А качество питания, которое подают детям, может проверить каждый родитель. По приказу четко расписываются те параметры, по которым родитель может ходить. Единственное, это желание и наличие санитарной книжки, как допуск к процессу нахождения и процедуре нахождения на харчблоке. Участники пресс-конференции заявили, готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами. Накануне обратились с письмом в прокуратуру. Если они выявили некачественные продукты питания, либо какие-то нарушения, как было сказано в Фейсбуке и на средствах массовой информации, чтобы эти некачественные продукты питания, которые они нашли, были изъяты, арестованы. Чтобы были заблокированы этот механизм поставки ими выявлены некачественных продуктов. И также дать нам повод прислать, чтобы у нас были основания расторгнуть отношения с этими поставщиками, которые с их слов нарушают действующее законодательство. В данный момент по материалам, обнародованным после обысков, в мэрии проводится внутреннее расследование. В Запорожской области запрет на вылов рыбы в водоемах стартовал. Сотрудники Запорожьей рыбоохраны провели очередной рейд в поисках нарушителей. Как оказалось, на водоемах сети есть, а рыбаков нет. Где и как нельзя ловить рыбу и сколько стоит нелегально пойманная добыча. В рейде с сотрудниками службы был Станислав Печурин. Он расскажет подробнее. С утра наша съемочная группа в сопровождении инспектора Запорожья рыбоохраны посетила один из рынков Вольнянска. Возле базара встречаем продавцов. Один из них оказался браконьером. Мужчина пытался это скрыть. Оказалось, в списке нарушителей мужчина уже второй раз. Позже признается, что стоит здесь с целью продажи рыбы. Инспектора заполняют протокол. Незаконный улов у него изъяли и передадут на предприятиях, где рыбу переработают. Гражданин Жуков занимался незаконным сбутом свежей рыбы. Карась вагой 30 килограмм, лящ вагой 3 килограмма. На него был составлен административный протокол. За административный протокол 510 гривен штраф. Мужчина, который стоит рядом, торгует легально. Он самостоятельно разводит рыбу в арендованном пруду почти 20 лет. После рынка вместе с инспекторами отправляемся на запорожское водохранилище. Здесь браконьеры часто ловят рыбу. Сейчас мы находимся в Левшинском заливе Вольнянского района. С помощью этого приспособления, которое в народе называется «кошка», сотрудники рыбоохраны будут извлекать сети из водоема. Только отъехав от берега, приходится глушить мотор. Мы зацепили сетку. По словам сотрудников, такой невод стоит примерно полторы тысячи гривен. Судя по тому, что сетка более-менее чистая, ее поставили приблизительно сегодня ночью. Что будет дальше с ней делаться? Сейчас мы ее изымем, перемеряем, запишем ячую. Рыба, которая будет находиться в живом состоянии, выпустим в запорожское водохранилище. Сетка отправится в запорожную охорону. По акту бесхода. За время рейда работники рыбоохраны нашли более пяти сетей. А вот браконьеров сегодня здесь не было. Было вырвано близко 300 метров сеток. В них находилась рыба в живом стане. Она была выпущена в водоемы запорожского водосховища. Из-за весенней летнего нереста с апреля до июня ловля рыбы на Запорожском и Каховском водохранилище запрещена. Ловить рыбу можно за пределами нерестилищ на участках грибинского спортивного рыболовства. На одну удочку с одним крючком. Суточная норма вылова на каждого рыболового любителя не более трех килограмм. За нарушение этих правил рыбакам грозит штраф. Заловы рыбы запрещенными орудиями снасти, орудиями лова, то бишь сети, электроудочки, драки. Предусмотрена административная ответственность от 340 до 680 гривен. Плюс возмещение ущерба за каждый незаконно выловленный экземпляр. А именно карась 17 гривен, плотва 85, лещ 170, судак 510, рак 17 и так далее. В зависимости от вида рыбы, но не в зависимости от ее размера. Станислав Печурин, Андрей Снесаренко, ТВ5. Сколько в Бердянске переселенцев? Чиновники опубликовали на сайте Гурсовета список адресов, по которым они проживают. Эти данные вынуждены перемещенные лица предоставляли для получения социальных выплат. Но в Гурсовете говорят, из 20 тысяч официально зарегистрированных переселенцев в городе живет меньше половины. Подробности проверки далее в сюжете. В Бердянск семья Екатерины Долбиновой приехала из Луганска почти два года назад. Публикация адресов переселенцев, считает женщина, внесла напряженность в отношения с горожанами. В соцсетях это приобрело вообще лавину. Был огромный негатив, когда местные жители призывали друг друга собираться компаниями, прогонять нас к себе домой. Получается, что опубликовав этот список, власть города, она перечеркнула одним разом все два года вот этих попыток и стараний, наладить отношения. То есть между нами проведена снова какая-то грань, что есть местные, а есть мошенники переселенцев. Иван Зуев живет в переулке Морском. Он утверждает, переселенцев здесь нет, но зарегистрированы они почти у всех соседей. Проверил, сходил в горысполком, у меня по адресу зарегистрированы люди, хотя фактически они у меня не проживают. Они их регистрировали со слов самих переселенцев. Они сами переселенцы приходили, говорили, что они проживают по этому адресу. Если люди действительно переселенцы и им нужна помощь, то им нужно оказать максимум помощи. Но это как-то должно быть прозоро, будем говорить так. То есть я готов, допустим, у себя людей зарегистрировать, но как минимум я должен знать этого человека. Бердянск стал одним из первых городов, которые в 2014-м приняли беженцев из Донецка и Луганской областей. На пять горожан здесь приходится один переселенец. Но это по официальным данным. Сколько их на самом деле намерены выяснить в управлении соцзащиты. Для этого мобильная группа и соцработников и правоохранителей проверяют, живут ли переселенцы по заявленным адресам. Тех, кто не прошел проверку, вычеркивают из списка на получение социальных выплат. Было обследовано 500 лиц, и из них проживало только порядка где-то до 60 человек. Остальных оказалось, что хозяева сказали, что они ничего об этих лицах не знают. И когда мы начали уже дальше анализировать, что указаны адреса, например, центрального рынка, военкомата, детских садиков, пожарной части. Правозащитники говорят, для проверки можно было выбрать другие способы. А публикацию адресов в интернете называют дискриминацией переселенцев. В первую очередь это нарушение основ Конституции, защиты персональных данных, законодательства о информации, а также, что очень важно, нарушает основы противодействия дискриминации в Украине. Кроме этого, мы считаем, что такие действия Горсовета разжигают вражду в обществе, где проживает большое количество вынужденных перемещенных лиц. Список после вмешательства правозащитников убрали, но проверку Бердянская мэрия намерена продолжить. Дмитрий Злачевский, Олег Притыкин, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Более восьми лет жители прибрежного района Бердянска живут в страхе. В 2007 году море разрушило почти километр берегозащитных сооружений. Ремонт проводить собирались, но выделенные деньги закончились очень быстро. Есть ли надежда на завершение долгостроя, выяснял наш корреспондент Игорь Стрельцов. Для Людмилы Воронецкой, как и для многих жителей Бердянска, берегозащитная дамба по улице Набережной – любимое место ловли азовского бычка. Вот сейчас надо после пяти вечера выходить где-то и утром с пяти утра до семи очень много. Ну тоже как бы сезонно так. Неделю-две. За прошлый год, наверное, месяца два ловили все. Весной в штиле здесь трудно найти свободное место для рыбалки. Но не всегда море бывает спокойным. Сильный был отлив. Я такого еще не видела, чтобы море ушло до пирсов. Было очень интересно, куда наше море делось. Ну а потом пошла отдача. Топила две улицы. Летел шифер, срывала крышу. Это масса воды. Все затоплено. Наибольший вред улице нанес шторм в конце 2007 года. Эти железобетонные конструкции защитной дамбы построены более 30 лет назад. Их разбросало вдоль берега. Восстановить разрушение за счет местного бюджета не удалось. Деньги появились лишь спустя два года. Выделялись деньги с областного бюджета. И эта набережная стояла на балансе в области. Они ее взяли для того, чтобы отремонтировать. Сделали первую часть 400 метров. И все затихло. Деньги закончились. И вот с 2009 года у нас было полное затишье. В конце марта на внеочередной сессии Запорожского областного совета одобрили решение выделить 5 миллионов гривен на продолжение реконструкции берегозащитных сооружений. Еще один миллион гривен выделил Бердянский горсовет. И в результате 6 миллионов у нас есть на ремонт нашей набережной в этом году. Общая стоимость проектных работ, которые предусматривается сделать, она 14,8 миллиона. То есть 15 миллионов. Расстояние самой берегозащитной вот этой споруды получается 480 метров. Работы на улице набережной начнутся после проведения тендеров и определения подрядной организации. Впрочем, восстановить планируется лишь часть защитной дамбы. Для завершения реконструкции не хватает 9 миллионов гривен. Вообще, да, конечно, очень страшно. Кто как бы этого не видел и не жил, все думали, море-то хорошо. Да, море, конечно, красиво, хорошо, но оно очень любит мстить людям. Как бы так бы. Так что хотелось бы, чтобы это все сделали нам. Когда найдутся деньги на завершение всех работ, вопрос остается открытым. Дмитрий Злащевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Война глазами очевидцев. Дети агитируют за здоровый образ жизни и не только. У нас еще много интересных новостей. Не пропустите. Дом малютки. Последняя колыбельная. Телеканал ТВ5 презентовал второй документальный фильм собственного производства. Кинофестиваль детского кино. Юмористический киножурнал «Байки» собрал юных актеров со всей Украины. Детско-юношеская футбольная лига Украины совсем скоро. Игроки «Металлурга» готовятся к решающим матчам. Рекордное падение. Люди не перестают удивлять своими достижениями. Боевые действия глазами очевидцев. В Запорожье презентовали книгу под названием «Устная история Российско-Украинской войны». Сборник создали из рассказов участников событий на востоке Украины. Среди них военнослужащие, правоохранители, добровольцы, волонтеры и переселенцы. Организаторы проекта выпустили первый том. Еще три готовятся к печати. На презентации книги побывали наши корреспонденты. В двухстах страницах история военного конфликта на Донбассе. Авторы проекта предпочли не использовать термин «антитеррористическая операция», так как уверены, более подходящее название для событий на востоке «Российско-Украинская война». Инициатор создания сборника – Департамент культуры облгосадминистрации. Они собрали лучших историков Запорожского края, чтобы те провели интервью с участниками военных действий и зафиксировали его на бумаге. В итоге получилось четыре тома. «Перший выпуск – у нас сборная селянка, тут у нас и десантники, тут у нас и нацгвардия, тут у нас и 55-ка, тут у нас и волонтеры, и МНСники. Другий выпуск, который мы уже, надеюсь, ближайшим часом выйдем из Института национальной памяти, присвященный 55-й бригаде. И еще два выпуска. Один выпуск, присвященный нашим бойцам, национальной гвардии, милиции, которые обороняли, воювали на фронте, зокрема, Краматорско-Славянская операция. И выпуск, присвященный добровольцам. То есть там уже полностью по всей истории, кто где принимал и Донбасс, и Азов, и правый сектор». Первый сборник – самый трагический. В нем интервью участников военного конфликта за 2014-й начало 2015-го года. Книга выдана тиражом тысячи экземпляров. Из них 300 передадут библиотекам Запорожской области, а остальная часть разойдется по Украине и за рубежью. Организаторы говорят, проект воплощает их главную цель. «Сберегти историю российско-украинской войны, такой, как она была, для того, чтобы и сучасные, и преднешние поколения доследников мали джерелевую базу, спиратись на то, как происходило. То есть, это такие направления внутренней истории, то есть общая история, есть общая принята, есть академическая история, а есть внутренняя история, то есть, она описывает те моменты, на которые, возможно, они обратили внимание историки, и она дает объяснение многим проблемам, которые, например, не понимали, почему происходило так, а не иначе». На презентации присутствует Станислав. В мирной жизни он работал фотографом. Но когда начался конфликт на Востоке, пошел воевать добровольцем. По Доловайскому получил ранение, последствия которого лечит уже полтора года. Своим военным опытом боец поделился в книге. «Я думаю, что достаточно это нужно вивчать в войне, потому что, понимаете, нужно переосмысливать ценности в жизни. Нужно начинать строить свое життя уже, справедливо, по-новому. Если мы хотим действительно, чтобы и мы жили в нормальной стране, и наши начальники жили в лучших условиях, в лучшей стране, ну, треба какие-то приоритеты менять». Со сборником можно ознакомиться в областной библиотеке имени Горького и в других библиотеках области. Организаторы проекта планируют и дальше работать над новыми выпусками. Евгения Маловик, Игорь Бахиркин, ТВ5. «Выбери жизнь». Под таким названием в Запорожской школе номер 5 прошел конкурс среди учащихся. Девять команд из Запорожья, Запорожского и Вольнянского районов агитировали сверстников за здоровый образ жизни и соревновались в умении оказывать первую дворочебную помощь. Как проходил зональный этап конкурса в сюжете Галины Знаменской. Конкурс среди школьников «Выбери жизнь» в нашем регионе проводится уже 15-й год подряд. Инициаторы – Общество Красного Креста и Центр патриотического воспитания. Сегодня состоялся зональный этап. За титул победителя боролись учащиеся Запорожья, Запорожского и Вольнянского районов. «Мы команда! Мы на здоровый способ жития! Мы не дамо вернувать ваше здоровье! Мы говорим о тюдюну «Ни!» Мы кажем наркотикам «Ни!» Мы кажем воспитывание «Ни!» И пропонуем вам здоровье! Сыну, веру, федеричника!» Ребята на сцене рассказывали о здоровом образе жизни. В рейде вредных привычек. Показали и свои умения в оказании первой доврачебной помощи. Здесь же почтили память погибших чернобыльцев. Это очень важная тема, потому что сейчас ситуация в Украине достаточно сложная. И дети должны обладать навыками оказания первой медицинской помощи, навыками оказания помощи своим друзьям, своим родителям, дедушкам, бабушкам. Участники конкурса ответственно отнеслись к своим заданиям. Подготовили плакаты, фотографии и экибану из лекарственных трав. София Брусняк, ученица 11-й гимназии, участвует в этом конкурсе в третий раз. Я считаю, что в наше время это очень важно, потому что очень многие подростки ведут аморальный образ жизни и просто не понимают, насколько здоровье важно. И его очень тяжело вернуть. Пропаганда здорового образа жизни среди школьников ведется на протяжении всего года. Не только медиками, но и активистами из Красного Креста. Сегодня подводим итоги. Распространяю здоровый образ жизни среди своих сверстников. Никто и без приза не уйдет. И никогда не бывает проигравших в этой команде, потому что самое главное – победа здорового образа жизни. Финал регионального конкурса «Выбери жизнь» планируется провести в конце мая. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5. День премьер. Кинофорум всеукраинского юмористического киножурнала «Байки» уже стартовал. На него съехались юные кинозвезды из разных городов Украины. Фестиваль продлится до 10 апреля. На открытии кинофорума побывала Евгения Али. Всеукраинский детский фестиваль киножурнала «Байки» в Запорожье проходит впервые. В нем приняли участие более сотни детей. По решению жюри лучшему актеру вручат главный приз «Золотой ключ». Приятно очень, что именно Запорожье предложили провести первый кинофестиваль детского киножурнала «Байки». И что поддержали это другие города, программные директора, поддержали детки. В рамках кинофестиваля пройдет конкурс художественного чтения, авторской песни и также конкурс красоты кинозвезда. На открытии детского кинофестиваля выступили финалисты талант-шоу «Х-фактор» и «Голос страны». В съемках короткометражных фильмов могут принять участие дети возрастом от 4 лет. В течение прошлого года киножурнал появился более чем в 20 городах Украины. Я снимался в городе Харьков. У меня роль была... Ну, серии было у меня много. Одну серию я вам расскажу, это было про спорт. Это немного долго, немножко скучно, но мы вытерпиваем все это. Мы хотим доснять эту серию. И мы ее досняли, наконец. Присоединился к фестивалю и металлургический комбинат «Запорожсталь». Руководитель молодежной организации предприятия уверен, в Запорожье должна развиваться киноиндустрия. Сегодня комбинат «Запорожсталь» поддерживает это мероприятие. Мы всегда направлены на то, чтобы развивать молодежь, чтобы она могла себя проявить. Ни для кого не секрет, что вот это подрастающее поколение, которое сегодня участвует в данном фестивале, это будущие наши звезды, это те таланты, на которые будут смотреть наши дети, наши внуки. «Запорожье» кинопроект «Байки» стартовал в августе 2014 года. В съемках приняли участие более 300 детей. Евгения Али, Дарья Зырянова, ТВ5. Награда за меткость. В перерыве матча регулярного чемпионата НБА между Сакраменто и Портлендом провели конкурс среди болельщиков. На кону стоял автомобиль. Приз должен был достаться тому, кто закинет мяч в кольцо с центра площадки. И счастливчик вскоре нашелся. Снайпером оказался некто Джозеф Сисак, большой болельщик Сакраменто, работающий церковным пастором. Теперь в матче любимой команды он сможет ездить на новеньком авто. Елена Назаренко не может похвалиться меткостью в спортивных состязаниях, зато ее слова всегда достигают цели. Новости спорта через несколько минут в нашем эфире. В Северодонецке состоялось очередное заседание национального форума «Женщины за мир». Участницы неполитического движения обсуждают острые социальные вопросы и делятся своим видением, каким образом можно объединить украинцев и обеспечить мир в стране. В начале встречи инициатор форума Наталья Королевская рассказала о поездке миротворческой гуманитарной миссии по серой зоне Донбасса. Общались именно там, где люди сегодня и продолжают жить на войне. Вера у людей в одно. То, что мирная жизнь вернется на нашу землю. И то, что у нас хватит ума, силы и здравого смысла восстановить мир и спокойствие на нашей земле. Наталья Королевская уверена, форум именно та площадка, где можно объединить усилия женщин, которые хотят приблизить возвращение мирной жизни на востоке Украины. Политики начинают войны, военные ведут войны, а женщины войны останавливают. И сегодня никто лучше женщины, матери, не знает ценности человеческой жизни. И я уверена, что каждая из нас, присутствующая в этом зале, хочет одного. Хочет мирной жизни для своих детей. Один из результатов встречи – подписание декларации «Женщины за мир». В ней изложены основные принципы и ценности, которые участницы движения обязуются продвигать в обществе. Подписи под документом уже поставили более 10 тысяч женщин. Футболисты детячей школы «Металурга» готуются до чемпионата Украины. Якими далі привезли запорізькі мушкетери та похід у зоопарк, як нагорода за перемогу. Вітаю порція свіжих спортивных новин для вас прямо зараз. Вже за тиждень поновлются матчи в детячо-юнацькій футбольній лізі України. 16 квітня стартує друге коло змагань у вищій лізі. Із трепетом пережили зимову паузу вихованці школи запорізького «Металурга». Ліквідація клубу могла торкнутися і дитячого закладу. На щастя, футбольну школу вдалося зберегти і зараз гравці готуються до вирішальних матчів. Усі чотири команди вихованців «Металурга» завершували перше коло чемпіонатів дитячої ліги у числі лідерів. Ліквідація клубу негативно вплинула на підготовку юних запорізьких футболістів до весняної частини сезону. Ключові гравці деяких команд покинули «Металург». Прийшлося змінити місце для тренувань. Ми точно також продовжуємо другий круг, як і перший провели. Ми проводили його вже, так сказати, трохи ранені, трохи не в тому об'ємі фінансування було. Але довели його до логічного завершення. Думаю, що також будемо, ну не також, а вже більш завершено буде і другий круг проведений. Але те, що він буде для нашої школи, це 100%. Якби важко не було футболістам і тренерам, три команди «Металурга» із чотирьох утримують лідерство у своїх підгрупах. Наступної суботи вихованці футбольної школи зіграють вперше у 2016 році. Ребята готовіться, значит, ка второму кругу чемпіонату Детської лиги ДЮФЛ, яка стартує, значит, 16 апреля. Две команди Ю-17, це 1999 год, тренер Конотопов Ігорь Олександрович їдет в Одесу, і з ним же їдет команда Ю-15 2001 року, богатыр Іван Олександрович, значит, в Одесу. І вдома в цей же день, 16-го, приймаємо Інтер-Дніпропетровськ. Ю-16 дітропін, Вячеслав Владимирович, значит, і Сіновало Ніколаївич приймає домашній тур вдома. Команда «Металурга» Ю-17 готується повторити минулорічний успіх своїх одноклубників. У попередньому розіграші запорізькі футболісти 98-го року народження стали чемпіонами України. Нинішня команда Ю-17 утримує перше місце у своїй групі. Але вже в наступному матчі одеський «Чорноморець» може нас догнати запорізьців за очками. Прежде всего, ми ставимо перед собою цель вийти в фінал чемпіонату України. Главними суперниками, як завжди, є Одеса. Ну, як видите, тренуємося. До фіналу дитячо-юнацької футбольної ліги України потрапляють переможці чотирьох груп. Ще чотири команди добирають завдяки стиковим матчам. Усі без винятку запорізькі футболісти мріють грати у фіналі. Я думаю, що наші команди, надіюся, що і не одна, а попадуть в цей фінал, який буде проводитися на хороших полях, на хороших фіналах в детській футбільній ліги. Уже будуть і освіщаться, і телевидення буде підключатися. Тобто і руководітелі городські, областні, і руководітелі футболу в Україні теж думають, як це популяризується, як робити, щоб це було інтересно. Матчі другого кола в дитячо-юнацькій футбольній лізі України запорізьці будуть проводити на тренувальній базі, що на Великому Лузі, або на стадіоні «Титан». Руслан Левицький, Юрій Васильченко, ТВ5. Запорізька область претендує на звання провідного центру розвитку Суму в Україні. Вже маємо власну чемпіонку світу і Європи, а нещодавно провели збори національної команди. Підростають і маленькі суматорі. З чемпіонату України, який проходив в Одесі, чотири медалі привезли спортсмени з Васильівки. Срібними призерами стали Данило Капранчук і Вікторія Ласкова. Бронзу здобули Оксана Костєва і Антон Чепур. Тим часом, єючи чемпіонка світу, Карина Колесник підтвердила клас на чемпіонаті України в Луцьку. Вона виграла золоті медалі в змаганнях юніорок, молоді і дорослих. Зараз вихованка Романа Білки готується представити країну на двох чемпіонатах Європи серед юніорок і молоді. Поки зіркова українська збірна з фехтування впевнено крокує до чергових олімпійських нагород, у Запоріжжі теж потроху розвивається цей красивий вид спорту. Попри всі складнощі, наші фехтувальники примудряються демонструвати результат. Нещодавно привезли дві бронзи з чемпіонатів України серед юніорів та кадетів. Про молодих та талановитих спортсменів розкаже Оксана Якименко. Вихованці Запорізької школи фехтування продовжують чудові традиції своїх попередників. Нещодавно двом спортсменам вдалося порадувати тренерів своїми перемогами. З чемпіонату України серед кадетів та юніорів запорізьці привезли дві бронзи. Я вважаю, що це достойний результат, тому що якщо дивитися на свідний протокол, то там Харьков-Львов, Харьков-Львов-Київ, Харьков-Львов-Київ, Харьков-Львов-Київ. І десь так, Запорізький, хто на третій місці. Нас зравнити, звісно, з цими містами невозможно, тому що база там. Чемпіонат України серед юніорів приймав Миколаїв. Для запорізького спортсмена Микити Гумерова він став пам'ятним не лише бронзовою нагородою. Залишивши позаду своїх опонентів, спортсмен впевнено пройшов до фіналу. Хоч опинитися на вищій сходинці п'єдесталу Микиті не вдалося. На цих змаганнях хлопець виконав норматив майстра спорту України. А найскладнішим Микита називає поєдинок із одеським спортсменом. Є у мене один мій заповнічний друг, з яким ми все время зустрічаємося, Анатолій Плешевський, він з Одеси. І ми з ним постійно зустрічаємося, от якось нам друг з друга везе, п'ять років, ми все время восьмерки, за вход чотири, ми з ним все время зустрічаємося. І то він, то я. І от, мабуть, найважливий мій бой був. 15-14, я їле-їле одолів. Ще одну бронзу у скарбничку запорізької школи фехтування приніс Михайло Варакута. Він змагався у Харкові на чемпіонаті України серед кадетів. У Михайла є цікава відмінність. Він – шульга. Але хлопець каже, це лише допомагає йому у спорті. На чемпіонаті України наш спортсмен провів 11 поєдинків. І лише раз програв. У фіналі поступився господарю змагань. Найзапоминаючийся поєдинок був завхід 8 з київлянином. Він був доволі складний. Ми йшли укол в укол, і я виграв його зі 15-15. Він був лівша, в основному всі соперники мої були правшами, а він був лівшой, і з ним було доволі трудно зражатися. Зараз хлопці готуються до чемпіонату України серед дорослих. Його у квітні буде приймати Київ. Їх тренер Людмила Дроботенко вірить, що у запорізького фехтування є майбутнє. І скоро ці спортсмени порадують нас високими досягненнями на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Оксана Якименко, Денис Опалєв, ТВ5. В Запоріжжі продовжилася ще одна спортивна династія. У родині переможниці ганбольної ліги чемпіонів Анастасії Сокіл та баскетболіста клуба «Запоріжжя» володаря Кубка України Станіслава Овдєєнка народилася донечка. Щасливі батьки назвали її Марійкою. Вітаємо з цією подією подружжя Овдєєнків і дідусів та бабусь новонародженої. З ними Марійці також пощастило всі відомі представники спорту та фізкультури. Як живуть запорізькі спортсмени поза межами змагань і тренувань? Про що пишуть у соціальних мережах? Невідому сторону життя чемпіонів традиційно розкриваємо щоп'ятниці. Здобув медаль з ходи до зоопарку. Запорізький з трибун у воду Максим Долгов, який нещодавно вибрав три золота на Кубку України, вирішив підсвяткувати успіх походом до зоопарку. Компанію обрав чудову – бронзового призера Олімпійських ігор Іллю Квашу з дружиною. Чемпіонка України з дзюдо Марія Скоро надсилає селфі з Праги. Як бачимо, у столиці Чехії чудова погода, а у спортсменки – відповідний настрій. Ще краща погода у Туреччині, де зараз перебувають наші легкоатлетки Анастасія Бризгіна і Анастасія Ткачук. Гарні дівчата на фоні чудових пейзажів дивитися можна безкінечно. А ця шикарна пара на червоній килимовій доріжці – зовсім не голівудські актори, а титуловане запорізьке подружжя багатоборців – Ганна і Олексій Касьянови. Як бачимо, легкоатлетам пасують не лише спортивні костюми, а у вечірньому вбранні вони також не перевершені. Повертаємось до Запоріжжя. Вихідні обіцяють бути багатими на спортивні події. Радимо відвідати найцікавіші. Визначилися учасники однієї восьмої кубку Запоріжжя з мініфутболу. За право потрапити до наступного раунду змагань, команди будуть сперечатися у суботу на майданчиках Палацу спорту «Запоріжжя Льмінбуд» і «Автозас». Розклад змагань ви зараз бачите на своїх екранах. Також у суботу відбудеться відкритий кубок Запорізької області з бодібілдінгу, бодіфітнесу та фітнес-бікіні. Багатир-класик. Ці змагання традиційно збирають в нашому місті глядацький аншлаг. Якщо хочете приєднатися, вас чекають у Палаці культури «Дніпро спецсталь», початок о 13-й. Нагороди відкритої першості міста з боксу. У суботу та неділі розіграють юнаки від 2002 до 2005 років народження. Змагання пройдуть у школі номер 104 за адресою вулиця Кремлівська, 65В. Початок о 12-й. У неділю шанувальників футболу запрошують на повернення легенд. Саме так називають товариський матч між відродженим «Металургом» та криворізьким «Кривбасом». Обидві команди зараз мріють про повернення в еліту українського футболу. І дуже розраховують на підтримку своїх вболівальників. Гра розпочнеться о 14-й годині на навчально-тренувальній базі «Металурга», що на Великому Лузі. Вхід вільний. Хай ваші вихідні будуть активними і спортивними, тим паче, що погода сприяє. На все добре. Люди не перестають удивлять. Книга рекордів Гиннеса опубликовала на своєм офіційному ютуб-канале видео с новим мировим рекордом по человеческому домино. В його установлении участвувало 1200 человек. Они выстроили змейкою, за спиной каждого був матрас. Затем перого мужчину толкнули, його падіння вызвало цепну реакцію. За 13 минут і 38 секунд в лежачем положенні оказались все участники акції. Только за 15 часов видео набрало на ютубе 36 тысяч просмотров. Организаторы рекорда планирують продать матрасы, которые помогли установить мировой рекорд. Кто знает, может, эту акцію запланировали, чтобы продать атрибуты подороже. Ведь кроме людей звездами ютуба стали и матрасы. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать своё мнение, пишите главред. В студии работала Алена Матвеева. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова